Доброе утро, дорогие зрители. Мы выходим очередным срочным выпуском. Сегодня это посвящено событиям в Казахстане. И с нами правозащитник, политически заключенный, бывший много раз в тюрьмах в Казахстане, Ермек Нарымбай. Рад приветствовать, Ермек. Ермек, я сразу задам вопрос. Если бы, если представим, что события развиваются так, что, возможно, сейчас ситуация политическая в Казахстане изменится. Если она изменится, ты вернешься, Народзуна? Даже если политическая ситуация не изменится, я могу вернуться при том, что власти могут согласиться на переговоры. И в этих условиях я готов вернуться в страну даже при сохранении репрессивных статей, репрессивных судов, репрессивных министров, структур и так далее. Второе. Если суд присяжных расширит свою компетенцию по поводу политических дел, я тоже сразу вернусь. То есть для этого необязательно изменение политической ситуации. Полицическая ситуация может измениться, но я пока осторожно к этому, в этом отношении настроен. Сейчас введено чрезвычайное положение, которое, в принципе, спровоцировано непонятным инцидентом вчера вечером в Алма-Ате, связанное с поджогами машин, когда, если мы анализируем видео, которое было, оно продолжительное, оно непрерывное, оно снято сверху, и вот видно событие, как бы ситуация панорамная такая, то инцидент, получается, связан с некоторыми провокаторами из власти, которые подожгли машины, когда идет нормальный мирный митинг, не санкционированный, но мирный митинг, к ним не вышел ни один чиновник, ни один депутат, хотя буквально недавно были выборы, сотни депутатов избраны, ни один депутат не вышел ни в защиту власти, ни просто поговорить с протестующими. И потом сразу идет силовой разгон, слезоточивый газ, туман газа, светошумовые гранаты, отключение интернета, то есть какая-то неиспровоцированная разгон, силовой разгон митинга, а потом уже спустя какое-то время происходит вот этот поджог машины, и в итоге вводится чрезвычайное положение не только в Алма-Ате, но даже в тех регионах, где изначально началась забастовка и митинги, но там нет никаких эксцессов, там рабочие, организованно проводят, никаких витрин, никаких машин, ничего не разбивается, не поджигается. Смысл получается провокации в том, чтобы заткнуть рот всем, где даже все чисто и культурно. В отношении политических событий они возможны, но для этого нужно дополнительно какие-то еще новые события, новые реакции людей и народа. Будем смотреть, анализировать. Ермик, поскольку наши зрители не знакомы с ситуацией в Казахстане, давай я попрошу тебя рассказать вкратце, в общих чертах, что там происходит, поскольку даже я толком не могу разобраться. Я понимаю, что есть противостояние некоторое внутри власти. Есть правительство, которое Такаев отправил в отставку. Это правильно, да? Оно отправлено в отставку. Есть некий глава, вот такой закулисья, который существует уже больше 30 лет в Казахстане, это Султан Назарбаев. Правильно я понимаю, что есть трения или какие-то непонимания между нынешним президентом Такаевым и Назарбаевым? Или же это домыслы? Назарбаев по опыту иранского Хармении, по опыту Дэн Сяопина, который ушел в отставку формально за 8 лет до смерти, Назарбаев уходит в своей безопасности и распределяет власть между несколькими корзинами. Полноценного президента мы в стране не видим. Этот президент при Назарбаеве, у Тукаева нет влияния на правительство, у него нет влияния на КНБ, МВД и другие силовые структуры. Они все выходят на Назарбаева, и в этом отношении по-прежнему главный центр власти является Назарбаев. Условно говоря, если распределить полномочия между Назарбаевым и Тукаевым, то это где-то по процентам 65 на 35. 35 у Тукаева, который по-прежнему не контролирует ни правительство, ни силовые структуры и так далее. Кроме того, Назарбаев, хотя он ушел с поста председателя партии, Нур-Атан, которая дирижирует парламентом и маслехатами, это местные рады, местные парламенты. Кроме этого, Назарбаев оставил с собой до сих пор пост члена Конституционного совета пожизненно, и вот он в такой ипостасе находится. Но физически, биологически Назарбаев в очень плохом состоянии, это говорит последнее видео. И получается некая безвластия, некая вакуум власти, либо ограничение на некие реформы для Тукаева существует. Он получил некие дивиденды, Тукаев получил в лице отставки правительства, на которую он влияние не имел, и сейчас он будет пытаться этот вакуум как-то собой заполнять. С учетом того, что Назарбаев неполноценно контролирует власти, исходя из умирающего мозга, который у него сейчас присутствует. Непосредственно триггером событий 2-го числа послужило введение с 1-го января увеличение цен на газ в два раза, с 50 тенге до 120 и даже больше. А местом, регионом, где это все вспыхнуло, вначале это был западный Казахстан, конкретно Мангуставовская область, Джанаузень, это вот месторождение знаменитое, где происходили печально известные расстрелы 2011 года, расстрелы забастовщиков, расстрелы из автоматов, митинга. И в этом же месте сейчас происходит новое событие, которое сразу же перекинулось на все города, на Алмату, на Астану, на Кустана и на другие города. Значит, власти сейчас отыграли обратно поднятие цен. Цены были подняты олигархом, зятем Назарбаева по фамилии Кулебаев Тимур. Значит, они организовали некоторые изменения в законодательстве, цифровые, электронные торги. Но так как продавец один, монополист, поэтому конкуренции не было, были взвенчены цены на ровном месте. У Тукаев ни рыбы, ни мяса не контролируют ничего, не хватает политической воли что-либо критиковать, говорить вещи. И вот получается у семи нянек дитя без глазу. Скажи, пожалуйста, это правда, что сообщения просто поступают? Я не понимаю, каким верились, каким нет. Правда, что правоохранительные органы перешли на сторону, ну или как бы не препятствуют протестующим? Нет, было немножко другое. Была изначальная установка властей не применять силовые бронемашины, дубинки и так далее. Сильно не разгонять. Но потом, видимо, какая-то теневая часть силовых структур, применяя провокационные действия, она включила все вот эти механизмы провокации, поджога, масках людей, неизвестные люди, организованная какая-то часть людей, видимо, управляемая спецслужбами. Вот анализ видео показывает такую хронологию событий. Несанкционированный митинг в Алмате на Центральной площади, где, кстати, произошел декабрьский событий 1986 года. К людям не вышли ни депутаты, ни чиновники. Отключается интернет, потом идет силовое, заслоны и подавление, и разгон митинга, слезоточивый газ спускается, потом вводится чрезвычайное положение в связи с якобы поджогами машин, якобы однорода. Вот пока вот такие события. То есть, в принципе, вначале была попытка посмотреть, что это будет без особого полицейского какого-то накала. А потом, видимо, было принято другое решение. Это надоело властям, и они решили на это пойти. Но перехода на сторону, об этом не шла речи. Скажи мне, пожалуйста, еще такую вещь. Я абсолютно не понимаю вот это. То есть, я видел, опубликовано пять требований. Это как раз с того района, где горняки, Женавзея. Там одно из требований звучит так, что вернуть Конституцию 1993 года. Что это означает для Казахстана? Это означает ослабление президентской власти. Это усиление парламента. Вот что это означает, по большому счету. В 1995 году была принята Конституция Новая, Назарбаевская. Причем она была принята мошенническим путем. За несколько месяцев до этого референдума был проведен другой референдум. О продлении полномочий президента Назарбаева на новые пять лет без выборов, без конкуренции. А еще за месяц, буквально за несколько недель до этого референдума, то есть за год было проведено два референдума, а за год до этого первого референдума был разогнан парламент через продажных судей Конституционного суда. И в отсутствие парламента было проведено два референдума, и было принято в кулуарно в окружении Назарбаева свой вариант Конституции и продавлен через референдум, который, опять же, контролировался его же избирательными комиссиями. Вот такой мошеннический легкий путь. То есть мы можем сказать, что Казахстан просто повторил ситуацию, которая была в России в 93-м году, когда Ельцин точно таким же образом разогнал парламент, ну, даже не таким, а силовым образом, стреляя из танков, и потом принял свою собственную Конституцию, которая полностью переспределила полномочия. Это был фон, конечно, очень яркий, и он очень был, скажем так, привлекательным для Назарбаева. И он чуть-чуть более элегантно решил повторить то же самое, что сделал Ельцин, разогнав незаконно парламент. И потом, пойдя дальше Ельцина, пойдя на продление полномочий без выборов, а потом проведя, значит, без обсуждения, без включения общественности, тексты о Конституции, которая дала ему гигантские сверхполномочия. Это на сегодняшний день одна из самых сверхпрезидентских республик, где все ветви находятся в руках одного человека. И мы с тех пор не видим никаких ни выборов, ни демократии, ни прав человека, ни правосудия и так далее. Тогда кто в Казахстане, вот если так сравнивать, кто тогда в Казахстане сейчас Путин? Вот есть ли в Казахстане такой человек, сопоставимый с Путиным, который забрал в себя все полномочия в России? Ну это же Назарбаев. Назарбаев, да? Назарбаев выполняет... То есть это отреклевший Путин, да? То есть Путин еще разживчик такой, а это тоже с силой возраста. В принципе, Путин, я так понимаю, заражается примером Назарбаева. И он хочет сейчас уйти в тень, сохранив всю власть. Для этого сейчас был создан, благодаря вот этому последнему референдуму 2020 года, новый госорган, государственный совет, председателем которого, возможно, будет Путин, и в рамках которого президент, новый президент будет просто марионеткой при таком новом статусе Путина. Конфликта между властью в Казахстане и в России его нету, да, я так понимаю? То есть это все равно люди, которые друг друга понимают, люди, которые встречаются, договариваются. С этой стороны нам стоит ждать опасений каких-то, потому что люди сейчас опасаются, что будет оттяпан кусок Казахстана, северная его часть. Такая угроза есть, с учетом того, что тем более, несмотря на то, что это два диктатора, страны соседние, где два диктатора, как правило, в истории воевали. И такое вполне возможно. Диполитические противоречия между Казахстаном и Россией есть. У Путина есть бизик относительно восстановления былой России. И вероятность попытки отторжения северного Казахстана, не сегодня, а так завтра, может случиться. Этому еще способствует такой момент, что канал выхода на Крым через юго-западную Украину, вторжение, оно откладывается на какой-то период, может быть, делаться вообще невозможно. И ему нужно эту энергию куда-то девать. И он эту энергию, и отыграться где-то он может в другом месте. Это на сегодняшний день наиболее вероятно в Белоруссии и Казахстане. Поэтому в этом отношении опасность сохраняется. Тукаев объективно, геополитически, у него пока вес слабее, чем у Назарбаева, поэтому сдерживать напор Путина Назарбаева как-то более-менее удавалось. Насколько это удаст Тукаеву, пока это шапковалка непонятно. С учетом того, что Путину удалось сегодня продавить через Тукаева два гигантских проекта. Это контроль за цифровой системой Казахстана через Сбербанк. И второе – это запуск, начало проектирования и строительства атомной электростанции под Алматы по российским чертежам и российским проектам. То есть вот эти проекты, конечно же, для России очень интересны. Они и денежные, и фактически дают в руки Путина, Кремля, полные механизмы контроля за энергетикой, за цифровой безопасностью, за военной безопасностью, за денежными потоками. Это же дополнительный гигантский контракт, плюс зависимость от воды, от газа и многих других аспектов. Отступление перед Путиным, может быть, в силу того, что как-то смягчить потенциального агрессора, чтобы не произошло военная агрессия, дает такую слабину, что он уступает позицию за позицией, причем стратегически высокий. С учетом, если у нас в Казахстане произойдут какие-то революционные события, Путин тоже попытается с этого что-то попытаться отломить, как это случилось в Украине, когда из Киева убежал Янукович и так далее. То есть угрозы опасности есть. Если сейчас Путин проиграет на украинском направлении и сломается, и Запад начнет скручивать ему и ограничивать его рамки, то в какой-то степени Казахстан начнет более свободно дышать и более свободно заниматься своими внутренними делами, и народ сможет без внешнего воздействия пытаться эволюционно или революционно изменить режим в стране. Скажи, пожалуйста, а какова сторона Китая? Какое влияние на это событие играет Китай? Я так понимаю, у Казахстана ведь очень за это время развились отношения с китайским руководством? С учетом того, что у нас нормально не была проведена реформа в экономическом блоке, у нас развился высокий кредитный долг перед Китаем. Китай запустил щупальца во все отрасли Казахстана, сырьевые, нефтяные, газовые, и стал там определяющим игроком, от которого очень катастрофически зависит Казахстан и правительство Казахстана. Казахстан постоянно забирал надо-не надо кредиты у Китая, который этим щедро делился, но в обмен на кабальные договора. И примеры в других странах Азии и Африки показывают, что эти договоры настолько кабальные, что при первой возможности Китай отбирает эти месторождения, стратегические отрасли за бесценок, и потом, если надо, даже закрывает их, если они являются конкурентами для китайских предприятий. И странность и правительство полностью становятся на колени. А вот правительство, допустим, Кыргызстана, сегодня 30% ВВП зависит полностью от китайских кредитов. Или, например, Таджикистан, который в угоду Китаю, в силу своих кредитных долгов, отдал часть своей территории, причем больших территорий. Такая угроза есть и у нас. Плюс еще дополнительно проект, вы, наверное, знаете, «Один пояс». Это когда из Китая в Европу создается большое скоростное, сперва простое железнодорожное полотно, а потом и скоростное через 5 лет, через 10 лет. Это гигантский проект, многомиллиардный. Он с ответвлениями на Иран и так далее, на Среднюю Азию. И он тоже сильнее привязывает Казахстан к Китаю. Он сильнее делает зависимым, слабый Казахстан, слабо реформированный Казахстан, со слабой экономикой. В этих условиях, вы знаете, что Китай проводит в отношении коррупции такую двойственную политику, с одной стороны, внутри страны смертная казнь, а за рубежом они активно скупают чиновников правительства, не внушаясь ничем, подкупая все, возможно, для стратегических и тактических интересов Китая. То есть в этом отношении очень большая опасность. Был большой проект по поводу аренды миллиона гектар земель, и препятствуют этому, организовывая этому, я попал под раздачу и получил 4 года в свое время. Но нам удалось остановить это и сорвать такой контракт. Но плана Китая относительно этого сохраняется, как нам известно, просто могу вам показать. Ну вот смотрите, это карта Китая, ее на бумажных не показывается. Практически на 70% это горная страна, и для сельского хозяйства, для многомиллиардного Китая дефицит посевных, поливных площадей, сельскохозяйственного значения, он катастрофически мал. И в этом отношении нужно работать с соседями, и наиболее слабый сосед, имеющий большие площадя и малое население, это Казахстан. То есть в этом отношении посякательства такого рода есть, и они очень опасны, и в грядущее время навевают очень неплохие предчувствия. И все зависит от того, как сменится быстрый режим в Казахстане, и как он сможет провести успешно такие реформы, и выйти из-под зависимости, из-под такого большого гиганта, как Китай и Россия. А может китайская коммунистическая партия остановить Путина в случае агрессии? Она может как-то повлиять? Ну конечно она может повлиять, этим надо пользоваться, когда два зверя дерутся за маленькую страну, у маленькой страны в этом случае больше шансов, если бы у нее была бы только одна Россия в этом отношении. А два соседа, они начинают мешать друг другу, захватывать монопольно Казахстан или что-то в этом роде. Поэтому для Казахстана маневрировать, многовекторную политику проводить между Казахстаном, Китаем и Россией, с одной стороны Китаем, а Западом в лице США и Европы, конечно же выгодно и это будет мудро. Но если правительство Казахстана, как на сегодняшний день, оно высоко коррумпировано, и оно легко продает национальные интересы, становится высоко верховым в Акарде на Олимпе коллаборационистом, очень трудно будет защищаться по интересу. Поэтому смены режима на более прагматичное, на более народное, на более патриотичное – это злободневный вопрос сегодняшнего дня. Я последний вопрос задам, все-таки чтобы нам понять ситуацию. Вот протестующие вышли, люди вышли, рабочие вышли, вышли во многих городах с экономическими требованиями, как всегда, в общем, и бывает часто. Сейчас эти требования переросли в политические требования во многом. На что, на кого могут опереться люди? Все равно нужен лидер, нужен как в любом протесте, нужны лидеры, нужны организаторы, люди, которые сформулируют и вопросы, и организуют этот процесс. На кого сейчас могут рассчитывать казахский народ? На кого могут рассчитывать протестующие? Сейчас все начинается пока с этапа голодного бунта, когда поднятие цен ударило по карману, по холодильнику, и люди вышли на улицу. Но люди быстро созрели, буквально не прошло и двух суток, как экономические требования переросли в политические требования. Это показывает очень высокую сознательность, интеллект протеста. И хотя политических активистов активно сажают в тюрьмы, на сегодняшний день только по Алмате тысячи задержанных, которых не выпускают до сих пор. Все РОВД, у нас 8 РОВД, 8 районов, они до сих пор не впускают никого, ни внутрь, не выпускают никого. В условиях, когда и происходят польчицкие репрессии относительно всех лидеров польчицкой оппозиции, кто-то в тюрьмах, кто-то за рубежом, как я в этом отношении, власти сами себя загнали. Они встречаются с голодным бунтом, которого никто не представляет персонально, которые не могут нормально вступить в переговоры и так далее. То есть властям на сегодняшний день нужно созреть, для того, чтобы выйти из этого крутого польчицкого кризиса. Нужны немедленные переговоры о том, как мы можем проводить досрочные выборы в более-менее цивилизованном виде. Пример этому 89-й год, Польша, как были проведены переговоры и были прописаны процедуры, как мы можем изводить из этого кризиса, через какие выборы. И власть, скрипя зубами, пошла на это, надеясь, что она через эти выборы останется и выиграет выборы и так далее. Но народ успокоится. Вот на сегодняшний день власти перед этим выбором стоят. Они сейчас спустили пар в лице некоторых кадровых изменений, там отставка премьер-министра и первозаместителя председателя КНБ и так далее. Но такие вещи просто так сейчас не спустят. Люди уже созрели. Я готов вернуться из-за границы в условиях риска. Лично для себя никаких гарантий, я ничего не требую. Если будет готовность правительства встретиться с теми, кто сможет компетентности, интеллектом спокойно организовать процесс переговоров и путь к освобождению от этих кризисов, я готов немедленно вернуться и завтра же прилететь авиарейсом первым. Многие к этому тоже готовы. Ну что же, я пожелаю народу Казахстана быстрейшего освобождения. Тебе лично, Ермек, всяческая наша поддержка. В любой момент выходи с нами на связь, мы постараемся донести до нашей небольшой аудитории, но все-таки каждый, кто может что-то в этой ситуации, должен делать что-то. И удача. Дай бог, чтобы народ Казахстана избавился от этих упырей. Потому что, ну, русскому народу, видимо, долго ждать, но народ Казахстана имеет сейчас шанс. Я очень не хочу. Я думаю, что если событие в Казахстане изменится, дай бог, то это, конечно же, неизбежно повлияет на польщицкую картину в России. И с другой стороны, мне, конечно, заткнули рот и максимально мешает мне говорить с народом, закрывая, блокируя мой YouTube-канал, который имеет почти 400 тысяч подписчиков. В этом отношении у меня сложная ситуация. Но я готов вести переговоры и приехать в Казахстан, разговаривать с народом, разговаривать с правительством, принимать участие с другими активистами, оппозиционерами, для того, чтобы была создана такая площадка диалоговая, и моментально была выведена страна из кризиса. В этом отношении все есть, нужно только желание обеих сторон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин